Я хочу поприветствовать всех наших товарищей в Алтайском крае, аграриев, промышленников, поздравить их с этим праздником, Днем Алтайского поля. По данным Минсельхоза России, тракторный парк в стране является самым маленьким на 1000 гектар пашни по сравнению с ведущими зарубежными государствами. Этот показатель серьезно влияет, так называемый тяговооруженность сельского хозяйства, очень серьезно влияет на работу сельского хозяйства страны и регионов аграрных. Если в Германии, к примеру, 1,5 лошадиных сил на гектар, в Соединенных Штатах Америки 17,9 лошадиных сил на гектар, в Белоруссии соседние 5 лошадиных сил на гектар, то Россия обладает парком в 1,6 лошадиных сил на гектар. Это приводит к очень серьезным потерям в сельском хозяйстве, и, безусловно, наша общая задача промышленности, аграрного сектора страны, региональных и федеральных властей поправить эту ситуацию, выйти на лучшие показатели в мире и сделать их достаточным для того, чтобы сельское хозяйство чувствовало себя технологически хорошо вооружено. При этом надо понимать, что дело не только в лошадиных силах, но и в качестве этой техники, которую мы выпускаем, и в ее современном облике, возможности опционального расширения применения и современных методов обработки земли, уборки урожая и других агротехнологических операций. В этом направлении мы действуем последние годы совместно с региональными властями Алтайского края. У нас есть промышленная сборка на территории Алтайского края. Мы очень тесно связаны с промышленными предприятиями Алтайского края в области поставки их изделий на конвейер сюда, в Санкт-Петербург. Алтайский край является ведущим регионом в стране, или одним из ведущих регионов в стране, по покупке техники и является лидирующим регионом на территории всей Сибири, и западной, и восточной территории нашей страны. С момента начала промышленной сборки мы собрали и реализовали на территории края порядка 465 машин. Уже на протяжении более чем последних 5 лет мы работаем с Алтайским шинным заводом, с другими предприятиями Алтайского края по увеличению ассортимента и объема выпуска продукции для центрального производства тракторов на территории России, у нас непосредственно на главном тракторном конвейере в Санкт-Петербурге. У нас один из лучших и эталонных гильдских центров находится в Алтайском крае, и он является ведущим гильдским центром на территории России Петербургского тракторного завода. Это позволило нам расширять сотрудничество с аграриями в области поставки запасных частей, гарантийно-сервисного обслуживания и давать самые высокие мировые стандарты по скорости реакции на те или иные технические проблемы, которые возникают у аграриев с эксплуатацией непосредственной техники. В этом году мы приступили к производству новых моделей трактора К7М и К5, который вобрал в себя все конструкторско-технологические мероприятия, связанные с повышением надежности машины. Я думаю, что регион это хорошо оценит в самое ближайшее время, и мы получаем очень хороший отклик от аграриев Алтайского края, которые уже приобрели эти машины. Сегодня они доступны, в том числе те, которые производятся на территории Алтайского края для агрария. Также мы развиваем меры региональной поддержки вместе с региональной властью. Сегодня многие могут воспользоваться региональными субсидиями, наряду вместе с федеральными субсидиями и заводскими программами по приобретению техники. По большому счету в трех направлениях мы будем двигаться в ближайшее время. Первое направление – это углубление кооперационных связей с промышленностью региона. Сейчас ведутся конструкторско-технологические работы в области применения дисков, которые начнет производить предприятие в Алтайском крае. И мы уже сможем получать не просто шины, а колесо в сборе сюда в регион. Достаточно большой объем, это даст много рабочих мест на территории Алтайского края, что очень важно. Я сегодня очень горд той продукцией, которую мы покупаем на Алтайском шинном заводе. Если в то время, когда мы начинали, у нас были очень серьезные вопросы, как и любой новый процесс его требовал налаживать и так далее, отрабатывать рецептуру, технологии, заниматься надежностью, качеством, повышением ресурса шин, то сегодня шины Алтайского региона с большим удовольствием берут на территории всей страны, Казахстана, и мы даже поставляем трактора с этими шинами за рубеж. Мы в этом году запустили, в прошлом году, в этом году вторую очередь, уже качать закончили проект современного производства по производству коробок переменной передач, которая сегодня вывела нас на уровень мировых параметров и самого высокого уровня по производству элементов деталей коробки переменной передач с целым узлом, которые сейчас стоят на наших тракторах. Теперь встает вопрос модернизации существующего парка под этот уже модернизированный узел, организации современного ремонта с использованием тех запасных частей, которые сделаны на этом современном оборудовании. Поэтому мы собираемся построить совместно с дилерским центром цех по модернизации ремонта техники, который будет включать в себя элементы, в том числе модернизации ремонта коробки переменной передач. Этот инвестиционный проект в общей сложности будет составлять порядка от 30 до 40 миллионов рублей. Если мы говорим о мировых тенденциях и правилах и принципах трактора строения, то трактор должен обладать сегодня четырьмя базовыми характеристиками и пятым новым элементом, связанным с инновационным появлением новых решений, связанных с роботизацией, автоматизацией, эксплуатацией непосредственной машины. Это вот то, что касается трактора. Теперь то, что касается российского тракторостроения, непосредственно Петербургского тракторного завода. Все это требует нескольких базовых вещей, чтобы такой продукт делать, который необходим. Это технологии самого предприятия, то есть это современные технологические решения, которые позволяют выпускать продукции со всеми выше названными характеристиками. Это технологический уровень поставщиков комплектующих. Это общие вопросы организации производства и культуры производства. Это вопросы конструкторской технологической школы, в которой есть научная составляющая, прикладная составляющая, организационная составляющая, технологическая составляющая проектирования. Это уровень сырья и материалов, которые применяются в производстве самого изделия, так и в производстве тех компонентов, которые есть именно металл, лакокрачные покрытия, изиотехнические изделия и так далее. Это очень сложный процесс. Я для чего так долго и подробно вам это рассказываю? Для того, чтобы было понимание, что одномоментно эти задачи не решаются. На это надо настраивать систему и, допустим, Китай начал заниматься процессорами в 1985 году и только сейчас они добились некой автономности в этом производстве и то с большой оглядкой в этом плане. Но Россия страна уникальная, у нас очень творческие, грамотные, умные люди и Россия способна пробегать путь, который многие шли в столетии за несколько лет. По большому счету, надо сказать, что российское тракторостроение этот путь сделало. Я хочу ответственно заявить, что 2020 год – это год перелома, который позволил нам выпустить модель К5 и К7М, которые появлялись со всей ломкой, настройкой, перестройкой культуры, конструкторской технологической штолы, технологических параметров всех поставщиков и так далее, для того, чтобы мы получили тот продукт, который сегодня имеем. Завод модернизировался. Ученик Печерс, если говорить про наш завод, мы вложили в предприятия огромные инвестиции, многие-многие миллиарды рублей. Мы, допустим, все рамные конструкции производятся только роботизированными сварочными комплексами, весь раскрой гибко происходит только роботизированными комплексами и станками с числовым программным управлением. Коробка переменной передач имеет фактически безлюдное производство. Это был федеральный проект, федеральный центр по производству трансмиссий, где сегодня стоит более 200 обрабатывающих центров, завязанных все на единую информационную систему, так называемую МЕС-систему. Все станки с числовым программным управлением, с встроенным контролем геометрии деталей, ПТ-шероховатости и так далее. Ну, к примеру, мы сегодня все шестерки не производим второго квалитета точности. То есть это требование гораздо более серьезное, чем требование, к примеру, к обычному машиностроению. И вот за шесть месяцев эксплуатации мы не имеем по всей стране ни одного отказа коробки переменной передач. Достаточно серьезно мы потянули производство мостовой группы, рамной конструкции. У нас в тракторе сегодня 72 децибела и так далее. Но я сейчас к этому вернусь. Тутаевский моторный завод, который имел ряд проблем, особенно с головкой блока цилиндров и так далее, сегодня, по нашим данным, нас сильно радует. Мы вручили коллективу грамоту, потому что нет ни одного отказа за шесть месяцев вообще. Они очень серьезно поработали с группой КАМАЗ, которая стала большим поставщиком для них литья, топливной аппаратуры и так далее. И мы, в конце концов, в России получили очень хороший, прекрасный двигатель, которому было много вопросов, в том числе у гравиев Алтайского края несколько лет назад. Эта проблема полностью решена. И вот это можно долго рассказывать. Про шины я много говорил. То есть тоже прошли серьезный путь. В результате мы получаем следующую ситуацию непосредственно в Петербургском тракторном заводе, а это ядро тракторостроения России. Мы имеем трактор, который агрегатируется со всеми современными сельхозорудиями в мире и выдает соответствующие параметры по гидросистеме, тягово-сыпным характеристикам и так далее. Мы имеем сегодня самую тихую кабину из всех конкурентов, которые у нас есть, 72 децибела. Мы имеем подрессоренную машину, в которой работает надежно вся система трансмиссионная по прокачиванию моста. И это обеспечивает дополнительный комфорт для оператора, потому что машина мягкая. Мы имеем прекрасный дизайн, мы имеем очень хорошие узлы-агрегаты, которые сделаны на самых современных технологиях в мире, которые были построены за последние годы. Регион, несмотря на все трудности, которые есть, сохраняет в себе большущий потенциал, который постепенно разворачивается и реализовывается в жизни Алтайского края. Ну и пожелать всем, всем аграриям Алтайского края, всем промышленникам Алтайского края, всем жителям Алтайского края достойно трудиться на своей собственной земле, помнить, что мы здесь хозяева, знать это, быть уверенным в нашей жизни. Я думаю, что наша огромная Россия преодолеет все проблемы и препятствия, которые на ее пути встречаются, как это было всегда в нашем историческом прошлом. Всем пожелать здоровья, удачи и больших трудовых побед!